Для лечения Саши Ларькиной из Нижней Пёши собрана вся сумма. Жители Ненинского округа меньше чем за неделю помогли семье из села набрать 450 тысяч рублей. В больницу мама вместе с девочкой поедут в июне на каникулах. А пока Саша получает знания и готовится к контрольным. Александра, добрый день. Итак, мы сегодня с тобой встречаемся на уроке технологии. Конва, пяльца и нитки мулины. Тема сегодняшнего занятия – вышивание. Уроки для Саши Ларькиной проводятся на дому. Впрочем, здесь всё максимально приближено к условиям учебного класса. Немножечко, конечно, сложновато, что учебный процесс проходит во второй половине дня. Хотя самая активная деятельность в первой половине, но есть вот такие немножко трудности. Но, тем не менее, мы справляемся, учителя ходят. Александра молодец, она выполняет всё, что требует учебный процесс. Саше 12 лет. У девочки нижний периферический парапорез. Она с самого детства не чувствует ног и не может ходить. По дому передвигается на инвалидном кресле. Саша уже перенесла больше 10 операций в медицинском центре имени Турнера. После чего там же проходила курс реабилитации. Массаж, ОФК, лакомат. А вы часто ездите на реабилитацию? Ну сколько раз в год, может быть, раз в год, два раза в год? Два раза в год. Дома Саша выполняет различные упражнения, а мама делает девочке массажи и укладки. Врачи рекомендовали установить специальный ортез с системой шарниров. Аппарат обеспечит взаимное перемещение ног. Саша, скажи, пожалуйста, о чём ты мечтаешь сегодня? Я мечтаю о том, что учится ходить. Как рассказала мама девочки, в дальнейшем Саша сможет ходить с помощью крабов или ходунков. Впрочем, родители надеются, что после этих аппаратов и процедур Саша будет ходить самостоятельно. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», село Нижняя Пёша, Ненинский автономный округ.